Собрать и разобрать автомат, оказать первую медицинскую помощь, пробежать и проползти по полосе препятствий и добраться до полевой кухни, отведать сладкий чай и кашу. В 45-й школе прошел финал районного этапа соревнований по военно-спортивной игре «Зарница». Мне здесь нравится, тут весело, интересно, все подробно объясняют. С командой хоть по грязи проползу. Стараемся как быстрее пройти уровни, заработать больше очков для школы, защитить честь школы. Чтобы победить, нужен командный дух, каждый должен друг друга подбадривать, чтобы все были в тонусе. Чтобы подготовить игру такого масштаба, в 45-й общеобразовательной школе промышленного района Самары хорошо потрудились, даже сами делали инвентарь. Наличие гранат, нам понадобились гранаты учебные, в городе очень сложно было их вообще найти, где бы такое производство было. Мы решали как могли, пилили сами, из черенков лопат переделывали ручки. То есть потихонечку решали и эту проблему. Игра «Зарница» проводится второй год подряд в рамках проекта партии «Единая Россия. Надежда нации». Воспитывают молодое поколение будущих защитников Родины. Он больше воспитан, дальше меньше он подвержен таким плохим привычкам, в третьих он занят, в четвертых, если мальчик, да и девочки, они, можно сказать, проходят определенную подготовку к службе в вооруженных силах, к привязанности к вооруженным силам, к идее защиты отечества, что сейчас очень немаловажно и актуально для нашей страны. В этом году в «Зарнице» принимает участие 390 команд со всего Самарского региона. Победителям достанется приз, какой пока держится в секрете. Марьяна Мирная, Сергей Баскин. События.